После посещения ряда объектов Республики Павел Барышев и глава Дагестана Владимир Васильев прибыли в ситуационный центр в Махачкале. Здесь в режиме видеоконференц-связи состоялась встреча с главами районов и городов. Они отчитались о работе на местах. Слово Леони Парчуевой. В настоящее время мероприятия по дезинфекции социально значимых объектов на территории Республики выполняют силы и средства Донского, Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России. В общей сложности задействованы 200 человек и 40 единиц техники. О том, как эта работа ведется в городах и районах Дагестана, отчитались главы муниципалитетов. За сегодня проведено 14 адресов, 500 адресов. А на лавке до лабора на 16. Проблемы по 20 адресам решаются в рабочем порядке. Посмотрели, как подразделения работают на местах. Я думаю, что мы примем решение. Если будет возможность усилить, то будем усиливать. Группировку. Но пока такой необходимости нет. Везде достаточно сил и средств. На местах порядок обеспечен. Личный состав всем необходимым тоже обеспечен. Замечаний по организации работ пока мы не выявили. Глава Дагестана поблагодарил Павла Барышева за оперативность Министерства по ЧАЭС России, с которой они отреагировали на обращение. По словам Владимира Васильева, санитарная эпидемиологическая обстановка в республике улучшается, о чем свидетельствуют отчеты медучреждений республики. Сокращается количество поступающих в стационары больных, как коронавирусом, так и вне больничной пневмонии. В то же время увеличивается существенно, для нас это очень важный показатель, увеличивается число выписываемых больных. Сегодня мы имеем резерв коечный около 30%. Наша задача, и мы ориентируемся на то, чтобы процесс шел ровно в таком направлении и выйти на резерв не менее 50% имеющихся коек сегодня в республике. Подводя итоги встречи, Павел Барышев отметил, что при необходимости Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидацией последствий стихийных бедствий направит в Дагестан дополнительную помощь. В свою очередь, Владимир Васильев дал поручение главам муниципалитетов работать с сотрудниками МЧС «Сообща» и оказывать им всяческое содействие. Леана Парчуева, Махарбека Мариев, Время новостей.